Путат Нур-Канад-Лиал-Наверлет. Почему нельзя всем желающим, кто способен, кто сертифицирован поставлять эти лекарства, в том числе в децентрализованном порядке. Но не менее важная причина всех этих дисбалансов – это регулирование цен на медпрепараты до сих пор не отменено. Хотя именно из-за него были сгоды в оперативных поставках жизненно необходимых лекарств на рынок в эту пандемию. Но как могут аптеки продавать себе в убыток по предельной цене импортные препараты, которые покупают по рыночной цене из-за рубежа? Они просто не будут их закупать. Пусть государство само в социальных значимых отраслях само продает по предельным ценам то, что само закупает, но пусть не мешает частникам распоряжаться своей собственностью. И в этом отношении это же намного важнее удовлетворять потребности простых людей, пусть даже и по более дорогой цене. И в этом отношении у меня возникает вопрос. По какому праву, на каком законном основании происходит регулирование цен в частных аптеках при помощи предельных цен? Спасибо большое. Во-первых, надо понимать, что все аптеки это частные. И туда поставляет не государство. Там на рынке есть порядка 10 крупных поставщиков. И проблема была в том, что мы разбирались детально, почему была проблема, когда с рынка пропали препараты в аптеках. Аптеки это не государственный сегмент, это только частники ставят. И наоборот, нам пришлось мешаться со стороны государства, чтобы помочь. Мы собрали всех этих 10 поставщиков ключевых, все коммерсанты, спросили, в чем проблема, почему не можете поставить. Они говорят, во-первых, у нас потребность в 20 раз увеличилась в течение месяца. У них у всех оборотные средства были всего на месячную, на максимум двухмесячную потребность, эти оборотные средства. А в-третьих, были закрыты все границы, вся логистика сломалась, транспорт перестал ездить. И у них в-четвертых, поставщикам, к которым они обращаются, крупным дистрибьюторам в соседних странах, те их в очередь поставили, говорят, 180 стран у нас на очереди, берите вот такие-то объемы. То есть там были системные проблемы. Мы их собрали, мы им сказали, хорошо, мы вам обеспечим транспорт. Если вы помните, мы 10 самолетов транспортных отправили в Российскую Федерацию, и там частники завозили, полностью собирали, как пылесосы, мы там вокруг Москвы, Иваново, различные эти, со всех городов мы собирали эти препараты и грузили на борта, привозили сюда, развозили в регионы, их частники реализовывали. То же самое мы с Индией привезли, миллион градусников, не было их в обычной железной, стеклянной градуснике, отсутствовали. С Индией все антибиотики, которые есть, мы вот собирали, помогли бизнесу привезти. Это не государственный сегмент, но мы вмешались, мы заставили все регионы создать свои стабилизационные фонды. В каждом регионе такие фонды на 12 миллиардов созданы в целом по республике, и они помогают интервенцию делать на коммерческий сегмент крупным сетям коммерческим. Они выдают беспроцентные оборотные средства на то, чтобы они закупали антиковидные препараты. То есть этот механизм мы запустили, он не связан с государством, это отдельно частный сегмент, но мы там помогли. Что касается регулирования цен, вы знаете, это было поручение Ельбасе, когда несколько лет назад, вы помните, у нас резкий подъем, в два раза была инфляция у нас. Вы же помните, у нас девальвация в тенге была высокая, и на тот момент была задача сдерживания регулирования цен. Сейчас эта задача тоже стоит перед всеми, и все говорят, инфляцию надо держать, нужно держать цены на лекарства. Каким образом ее держать? Да, этот механизм есть, но расчет этих цен, он определяется расчетным путем. То есть мы собираем прайс-листы, по каким прайс-листам завод-изготовитель отпускает, делают туда наценку, насколько эти компании приезжают и привозят в Казахстан их транспортные расходы, логистические таможни, то есть там целое, есть это регламентировано приказом, в котором прописаны прям четкие требования, как рассчитывается предельная цена. И там допускается еще прибыль этим компаниям. Если ее сейчас не регулировать, вы помните, у нас в 10 раз были позиции, за 100 тенге заходит, за 1050 тенге продается. И такое есть. Мы сейчас пытаемся поэтапно сделать так, чтобы потихоньку будем отпускать, но у нас, к сожалению, был такой не очень хороший опыт, цены сразу взвинчиваются. Как только у нас основания даже не будет, зайти в коммерческую аптеку, потому что все коммерческие, и сказать, держи цену на таком уровне. Не будет основания. Все бизнесмены скажут, нам нужно там, и будет накрутка. Мы, конечно, сейчас хотим это сделать, мы сейчас с АЗРК прорабатываем этот вопрос, этот вопрос, как поэтапно отпускать, чтобы не все сразу, а постепенно, там, наименее дефицитные препараты поэтапно отпускать, чтобы это было в свободном сегменте. Сейчас прям отдельный мы нормативный такой документ делаем. Но вот на данный момент особенно, когда говорят наоборот, сдерживание цены, сейчас дистоплива там, нужно цену, да, держать там, на продукты питания, а как ее еще по-другому сдерживать? То есть вот на данный момент, если мы сейчас отпустим цены, опять же, этот сегмент весь коммерческий. Как его регулировать? Цены сразу для кассы поднимутся. Поэтому здесь нужно сбалансировать, мы сейчас подходы с АЗРК отрабатываем. Рахмет. Рахмет. Рахмет.